Плюс приезжающие на метро туристы. Мы говорим о самолёте ценой в миллиард долларов. Кто знает, какие разрушения может причинить самолёт. Делай, что тебе говорят. Или твой друг умрёт. Не сделаешь, я убью тебя. Слушаю. Эй, детка, этот парень ничего не пьёт, виртуалом не занимается, пусть подключается или гони его к чёрту. Да, босс. Сэр, не хотите подключиться? Минимум два виртуальных сеанса. Фрэнки, ты не можешь сидеть здесь просто так. Я обеспечиваю твою безопасность. И что? Как я могу следить за твоей безопасностью с этой штукой на голове? Не создавание лишних проблем. Я сама хочу выбраться отсюда, но мы не можем уйти, пока не найдём серьёзных улик против деться. А если вдруг что-то случится? У тебя ведь даже нет оружия. Фрэнки. Фрэнки, вашу карту, пожалуйста. Спасибо. Знаете, я как-то не очень увлекаюсь всякими виртуальными штучками. Я человек приземлённый. О, детка, давай, приласкай своего зайчонка. Хорошо. Так, ещё. Привяжи меня к нему. Только не так крепко, детка. Ни за что не стал бы хранить деньги в таком банке. Полное изображение? Для торговли? Возможно. Надо выяснить, откуда у него информация о поставках оружия. Похоже, он успевает перехватывать партии до того, как их отвозят на военную базу. Всё нормально. Внизу есть компьютер. Если мне удастся добраться на него, я смогу загрузить базу данных. Может быть, найду какую-нибудь зацепку. Будь осторожным. Всё очень просто, господа. Слишком большая предосторожность из-за какого-то компьютера. Слишком серьёзная защита. Сбрось всё на дискету и быстрее уходи. Думаю, теперь у длится серьёзная проблема. Мне нужен колон-слэш или слэш-колон? Ценю твоё чувство юмора. Кто-то идёт. Придётся импровизировать, прикинься. Экотехнологии 21 века. Как он появился? Это строжайшая тайна. Существует ли он? Этому нет официального подтверждения. И всё же он существует. Совершенное оружие для несовершенного будущего. Змей. Ты уверен? На сто процентов, говорю тебе. Она коп. Это правда. Год назад она арестовала меня за ограбление. Так что ты здесь делаешь? Ничего, я просто... Так уж ничего. И не уйти отсюда, живой. Сдавайся. Всё равно у тебя нет выхода. Отойди. Отойди. Надо достать её оттуда, иначе скоро здесь будет полиция. Я сейчас. Разбери с ней. Куда ты? Чайкин. Режиссёр Джо Наполитано. Лучше сдавайся, тогда у тебя есть шанс остаться в живых. Твоей красивой головки слишком мало извилин. Не меньше, чем у тебя. Ты как раз вовремя. Похоже, ты нашла то, что искала. Дитс сбежал, когда началась пристрелка. Готово? Да. На счёт три. Раз, два, три. Объединить интересы двух великих держав. Мир — наша единая цель. А теперь мне выпала честь представить вам главного виновника нашей сегодняшней встречи. Доктор Кавски. Гениальный создатель МИГ-89. Спасибо, Уолтер. Спасибо всем за тёплый приём. Последние несколько лет наука моей страны не могла похвастаться особыми достижениями. Но теперь я уверен, нас ждут большие перемены. Создание завода по производству самолёта даст работу многим людям и изменит их жизнь. Я очень надеюсь, что прошлое недоверие соперничества между нашими странами уступит место дружбе и сотрудничеству. И хотя МИГ-89 является мощным оружием разрушения, я бы очень хотел, чтобы с его помощью удалось покончить с войнами навсегда. Это моя мечта. Спасибо. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Элли. Привет, Илья. Отказаться от нескольких контрактов. Я просто выполняла свою работу. Бесспорно. Ладно, вы тут пообщайтесь, а мне надо уладить кое-какие дела с ребятами из Пентагона. Мейджор, как дела? Прекрасно выглядишь. Ты тоже? Спасибо. Я, наверное, должен объяснить, почему я не писал тебе. Перестань, ты не обязан ничего мне объяснить. Через три месяца после моего возвращения умер отец, а ещё через месяц умерла мама, я с головой ушёл в работу. Я так и поняла. Мои поздравления, ты сказал, что сделаешь это, и ты сделал. Я часто вспоминал тебя. Я тоже вспоминала тебя. Извините, доктор Ковский. В рамках нашего мероприятия... Слушайте, я не хочу показаться грубым, но я выполняю приказ. Ситуация находится под особым контролем, и моя обязанность следить за тем, чтобы ничего не случилось. Всем лежать! Давайте, шевелитесь, шевелитесь, цепляйте его, и уходим. Смотреть в пол. Всем молчать. Заткнись. Рыбка уже на крючке, осталось вытащить её. Понял тебя, мы уже рядом, готовы к транспортировке. Так, так. Ты что, парень, считаешь себя героем? Положи его на пол, приятель. Если двинется, пристрели его. Так, всем закрыть рот и смотреть в пол. У нас здесь одно небольшое дельце, потом мы уйдём. Надеюсь, я доходчиво это объяснил. Смотреть в пол. Мы на месте, бросаем трос. Да, сэр, я понимаю, какая нам не лежала ответственность. Да, сэр, я понимаю. Да, сэр, я понимаю, насколько опасна эта ситуация. Какими властями для проведения расследования? Местные? Я агент Маракова, а это агент Катлетт. Может, мы всё-таки вернёмся к нашей основной проблеме? Речь шла о похищении истребителя стоимостью в миллиард долларов. А вы кто? Уолтер Пауэлл, президент Сторм Кинг Интерпрайзис. Есть несколько версий. Террористический акт, козни конкурентов, саботаж. Мы нашли вертолёт, приспособленный для поднятия самолётов, потерпевших крушение в горах. Незаконные торговцы оружием. Это невозможно? Слишком крупная операция. Вероятнее всего, концы надо искать на Ближнем Востоке. Согласен. Мы знаем об одной организации, которой занимаются контрабандой оружия. Они начинали с мелкой уличной торговли. Думаете, мы поверим, что кучка хулиганов, торгующих пистолетами, способна провернуть операцию такого масштаба? Такие же гильзы должны были прийти вместе с партией автоматического оружия, похищенной две недели назад. К тому же нам удалось найти несколько фотографий, я думаю, вам их стоит посмотреть. Что за фотографии? Снимки этого Мига. Речь идёт о крупной преступной организации, в их распоряжении такая боевая техника, которой вам, ребята, и не снилось. У нас есть 16 часов, чтобы найти истребитель раньше, чем он поднимется в воздух и пересечёт границу. Если нам понадобится ваша помощь, мы позвоним. Уверен, она не понадобится. Не доверяю я этим специалистам. Поехали, у нас полно работы. Мне нужен список служащих, у которых есть повод для недовольствия компании. Да, конечно. Это как-то связано с нашим русским гением. Знаешь, у нас здорово злиться, что вы влезли в это расследование. Мы никуда не влезали. Они сказали, что обойдутся и без нас. Думаю, дело пойдёт гораздо быстрее, если этот агент не будет путаться у нас под ногами. Главное сейчас найти Дица, пока он не успел собрать самолёт, и продать его какому-нибудь психу, который захочет воспользоваться им. А я и забыл, какая ты красивая. Очень красивая. Я думала, тебе во мне больше нравится, у. Дица, пока он не успел собрать самолёт, и продать его какому-нибудь психу, который захочет воспользоваться им. Что? Ты уже пожалела, что пришла сюда? Нет. Просто мне интересно, будет ли какое-то продолжение. Извини. Я не хочу, как истребитель может спроецировать на радар ложное изображение самолёта. И она действует? Да, действует. С её помощью какой-нибудь военный самолёт сможет выглядеть как пассажирский. Забавно. Она так же проста в обращении, как и F-16. Рассказывай. Ладно. Учезновение моего друга. Так что не смей мне больше говорить про штрафы за неправильную парковку. Усёк. Я понимаю, всех нас переполняет эмоции, но у нас нет точной информации о том, что их действительно похитили. Похоже, доктор Фэрро становится главным подозреваемым. Не знаю, за что тебе платят зарплату. Имя человека, которого мы ищем, Кёрби Дитц. Он мог бы вывести нас на след истребителя. След... Что? Сэр, это президент. Какой ещё президент? Президент Соединённых Штатов. Да, сэр. Здравствуйте, господин президент. Да, сэр, я отлично понимаю ваше беспокойство, но вы должны знать проблемы. Вообще-то у нас возникли некоторые проблемы с представителями местных властей. Да, сэр. В особенности с одной личностью. Его имя Томас Коул. Он занимается расследованием. Да, сэр, он здесь. Он хочет поговорить с вами. Да, сэр, рад снова слышать вас. Проблемы? Нет, каждый из нас возьмёт себе напавника. Агент Маракова поедет со мной. Вы поедете с Веслейк. Вопрос есть? Да. Что мне просил передать президент? Вам лучше не знать. Сборка за 14 часов. Браво, профессор. Что вам нужно от нас? Чтобы вы инсталлировали программу диагностики повета. А если мы откажемся? Ещё есть вопросы? Тебе не кажется, что это дело не твоего уровня? У каждого из нас есть мечта, детка, босс. Вот чёрт. Я в городе только до вечера. А может, вы меня посмотрите? Чего уставился? Да ничего, слушай, у меня мало времени. Ладно, иди работай. Это пустая трата времени. Это единственная возможность найти Дитса. Мы даже не знаем, знаком ли этот Портер с Дитсом. Он покупал у него оружие, поэтому мы будем торчать здесь, пока он не придёт. Ладно. Но говори тебе, это пустая трата времени. Мы просто теряем время. Ну как? Лучше. Тирема. Ну, испытания были прекращены? Да. Но мы их возобновили. Ты установишь систему на МИГ-89. Я не могу. Я ведь была только одним из разработчиков. К тому же здесь нет необходимого оборудования. Да? Смотри. Делай то, что тебе сказано, или твой дружок умрёт. Должно быть, Дитс закодировал всю информацию. Или у него очень неразборчивый почерк. Нам с этим не справиться. Да, жаль, что с нами нет Эли. Она бы разобралась с этим в два счёта. Нужен тот, кто сможет взломать этот код. Да, точно. Может нам просто позвонить в ЦРУ? Может быть. Лично всем недоволен. Тебе же не хочется ещё раз выяснять отношения с близким другом главнокомандующего? Да. Тебя это забавляет, да? Меня это совсем не забавляет. Послушай. Я знаю. Да. Кажется, я знаю, где Дитс держит самолёт. Где? Согласно полученным данным, у него есть небольшой участок земли за городом. Это старая заброшенная взлётная полоса прямо рядом с 11-м шоссе. Подходящее место, чтобы быстро подготовить миг и взлететь незаметно. Почему мы не нашли его раньше? Оно стояло в списке под словом «другие». Я жду тебя на выходе у северного туннеля. Скоро буду. А ты займись пока штрафами. Вестлайк! Всё, готово. Она работает? Молись, чтобы это было так. Работает. Секунду. Готово. Проверь. Всё нормально? Превосходно. Есть только маленькая ошибка. Илья, что ты делаешь? О, Боже. Как ты мог? По-другому я не смог бы заставить тебя установить систему. Я заслуживаю этого. Я заслуживаю. Я не могу оставить в живых свидетеля. Понимаешь? Нет, я ничего не понимаю. Может быть, мне удастся объяснить? Уолтер? Если бы я мог обойтись без тебя, я бы не стал втягивать тебя в это дело. Но зачем? Рынок – жестокая штука. Выживает тот, у кого больше денег. Ты думаешь, тебе удастся сбежать? Благодаря тебе это будет очень просто. К тому времени, пока нас хватится, я буду пролетать над Гаванной. В этом прекрасном самолёте. Мне жаль, что всё так вышло. Мне тоже очень жаль, Илья. Убей обоих. Убей обоих. У меня есть деньги, я могу заплатить. Если бы у тебя были деньги, тебя бы здесь не было. Что там такое? Открывайте ворота. Живей. Давай, вперёд. Субтитры сделал DimaTorzok. Ты должен остановить этот самолет. Готов? На счет три. Один, два, три. Давай, подходи ближе, детка. Ракета, воздух, земля, готовность к запуску. Черт. КОНЕЦ КОНЕЦ Готовность к запуску. Боевая система змей. Опасность. КОНЕЦ Отлично. Превосходно. Истребитель в миллиард долларов. Теперь кучка пепла. У нас был не очень большой выбор. Я дам вас подсуток. Всех. КОНЕЦ 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 КОНЕЦ